Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на три урока, конституционных уроков последнего столетия. Первый. Конституции живут только при одном жестком условии, если исполнительные власти и законодатели строго следуют основному закону и защищают интересы трудящихся граждан страны, их достоинства, национальную безопасность и государственный суверенитет. За последние сто лет было три советских конституции. Ленец Конституции позволила распавшейся империю на съезде собрать в единстве в новой форме Союза Советских Социалистических Республик, дать огромные права трудящихся, опираясь на их энтузиазм, создать могучую Советскую Республику. Сталинская Конституция, в ходе реализации которой было создано 9 тысяч на ту пору лучших заводов, лучшие кадры, лучшая социальная система защиты и самое качественное образование, позволила страну вывести на первые строчки в мировой статистике, обеспечить великую победу, прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет. Брежневская Конституция в мире была признана лучшей по социальным гарантиям. Только женщины получили 21 гарантию своей достойной жизни, начиная от декретного отпуска, включая все льготы, которыми обеспечивались многодетные семьи и матери, которые получали за это золотые звезды. Но после того, как Горбачевская Ельцинская клика предала страну, трудовой народ, советскую власть, приказала наемников расстрелять парламент, все и посыпалось. Та Конституция, которая сегодня ремонтируется по инициативе Путина, по сути дела это Конституция президентского самовласти, полномочий у президента больше, чем у царя генсека египетского фараона вместе взятых. В этой связи сама инициатива о необходимости ремонта Конституции, на которой мы всегда наставили, заслуживает поддержки, потому что речь идет о пересмотре либерально-буржуазной, криминальной Конституции, рожденной на крови защитников советской власти. Это шаг в нужном направлении, мы на нем всегда настаивали. Второе, хотел бы подчеркнуть, что Ельцинская Конституция не спасла страну ни от одной беды, ни от чеченской бойни, в которой погибло почти 100 тысяч человек, не спасла она ни от дефолта, в эту яму, финансовую яму провалилась, по сути дела, вся экономика страны, не спасла от массового обнищания граждан, от разрушения более чем 70 тысяч предприятий, от разгона коллективных хозяйств она и сегодня не спасает от дикой коррупции и произвола, прежде всего, от обнищания всех граждан страны. Мы считаем, что она должна быть не просто пересмотрена, она должна быть капитально отремонтирована в пользу абсолютного большинства. И третье, почему спешит эта власть? Власть почувствовала, что она завела страну в полный тупик. Программа 2020, с которой Путин шел, когда был премьером, провалена на 200%. Послание его о том, что страна должна выйти на мировые темпы, мировые темпы около 3%, у нас 0,8%, 1%, тоже провалена. Провалена борьба с вымиранием и нищетой. Зашла не полный тупик, наша страна единственная из многих стран Европы, которая продолжает вымирать ударными темпами. Одновременно президент, по чувствуу это, внес не только изменения в предложение о пересмотре Конституции, но и отставил правительство и принял наше предложение. Социальная программа должна быть приоритетной. Если вы полистаете его послание, то оно начинается именно с социальных программ. И на эти цели распечатали кубышку, 4 с лишним триллиона рублей должны выделить дополнительно. Какие четыре главные опасности сегодня существуют в стране и какие наши предложения в этой связи с ремонтом Конституции? Один из самых принципиальных вопросов, на который мы всегда наставили, это вопрос сбережения населения. Русские потеряли в ходе этих преступных либеральных реформ почти 20 миллионов. В 90-м году у нас было 120 миллионов на национальной стране, где русские под свои знамена более тысячи лет собрали 190 народов народности, не порушив ни одного языка, не унизив ни одной культуры, а советская власть дала письменность каждому самому малочисленному народу. Если учесть, что столько же 20 миллионов погибших русских среди 27 миллионов, героически сражавших за нашу советскую родину, и учесть, что теми произвольными границами, которые Ельцин и Оклика протащили в 1991 году от Пскова до Кубани, было отрезано 25 миллионов, потери составляют 65 миллионов, не виданные ни для какого другого народа в истории нашей страны. Сейчас вопрос стоит внести принципиальное изменение в Конституцию, что русские являются государствообразующим народом, в дружной многонациональной семье всех народов, которые создавали тысячелетнюю державу. Это никого не унижает, никого не оскорбляет, это подчеркивает необходимость в нынешней критической ситуации особого внимания уделить регионам, где подавляющее большинство русского населения. Моя Орловская родная область, где из 100 человек 96 русские, потеряла за последние годы каждого шестого своего гражданина. То же самое происходит в Калининской, Ивановской, Псковской. Это вопрос исторического выживания всех народов нашей страны. Рядом в этом зале мы проводили большую встречу депутатов всех уровней, отчитывались перед гражданами. Там выступала по тематам Гамзатова, министр культуры Дагестана, которая была у нас во фракции. Она вышла на трибуну и сказала, «Русские, очнитесь, у вас и под ног убирают, вынимают страну и ваши богатства. Мы без вас все пропадем». Это был крик души одного из самых грамотных и уважаемых депутатов нашего парламента, человек, который прочувствовал всю трагедию ухода русских с Северного и Закавказья. Как только стали уходить, там прополыхало шесть войн. Напоминаю, что в Чеченской бойне погибло почти 100 тысяч нашего населения. Поэтому вопрос принципиальной значимости. И мы настаивали и будем настаивать на его внесение в конституционные нормы. Он никого не обижает. Но без русского демографического хребта, образа жизни и русского языка, как языка межнационального общения, в нынешних условиях страну держать некому и нечем. В советской стране была единая партия, единая идеология, единый народно-хозяйственный комплекс, единая система безопасности. Сегодня ничего этого в единстве нет. Поэтому русский язык, культура, самобытность и историческая традиция приобретают исключительный смысл и значение. Второе. Мы самая богатая в мире страна. Но в самой богатой стране половину населения влачат нищие и жалкое существование. 20 с лишним миллионов откровенно нищие. Когда говорят, что вот недра должны принадлежать, недра должны принадлежать народу. Народ их отстаивал, обустраивал, народ проливал кровь, поливал потом. Народ имеет полное право использовать их в своих интересах. Даже в этой Конституции написано, что народ суверен главной власти. Если взять разведанные ресурсы и поделить на граждан России, на каждого приходит 160 тысяч долларов. Средний коэффициент семейности почти 5 человек. Это на каждого по миллиону. Это 60 миллионов рублей у каждой семьи. Пожалуйста, и жилье, и дача, и машина, и образование детей, и все остальное. А на самом деле, есть закон о прожиточном минимуме. Есть закон о минимальной зарплате. У нас минимальная зарплата по этому закону 12 130 рублей. Знаете мы на каком месте в мире? Мы между Мексикой и Папуа-Новой Гвинеей на 95-м месте. Когда говорят, как в Европе, в Европе ведущие страны имеют минимальную зарплату больше 100 тысяч. Говорят, как в Азии, там большинство уже гораздо больше. И говорят, как в Латинской Америке, там в среднем 25 тысяч рублей. Два раза больше. Говорят, как в Прибалтике, в Литве в два-три раза больше. Говорят, как в Турции, там в три раза больше. Причем они не имеют таких ресурсов. Наши ресурсы присвоили 200 кланов. Я их называю упырей, абсолютно незаконно. Под диктовку ельцинской комарилии распихали по карманам. Живут за кордоном и не хотят платить даже нормальный налог. С этим категорически не может никто, живущий на нашей территории, согласиться. Категорически. Мы считали, Смолин докладывал, в среднем надо 36 тысяч минимальную зарплату. Мы наставили на том, чтобы 25 хотя бы. Никакой проблемы для решения этого вопроса нет. Кроме одной, что недра не принадлежат вам. Единственная конституция в мире, которая не гарантирует, что недра принадлежат народу, а могут частным лицам. Они не могут принадлежать частным лицам. Поэтому эта позиция носит исключительно принципиальный характер, и мы будем на ней настаивать. Итак, еще раз подчеркиваю, прожилищный минимум и минимальная зарплата должны быть гарантированы для достойной жизни, качественного образования и создания полноценной семьи. Молодая семья с двумя детьми из 10-8 таких семей нищие сегодня. Молодые люди, видя, что их знания и талант не нужны, каждый второй, кто окончил с красным дипломом наши вузы, готов уехать за кордон. Почему? Потому что они не имеют работу по специальности. Последний опрос меня просто ошеломил. Молодые люди, 53%, готовы покинуть страну, они не востребованы. Не потому что им страна не нравится, а потому что здесь их труд, их талант, их знания, их молодость, их задор оказываются ненужными. Вот у нас много молодых людей, лидеры молодежные. Сейчас за кордоном работает полтора миллиона наших соотечественников. У Билла Гейса из 100 лучших математиков в мире, которые сделали их главным богачом Америки, 50 русские. Я с ними говорил, это лучшая новосибирская школа. Говорит, завтра вернемся. Но куда? В какой институт? Где будет работать жена? Где будут учиться дети? Абсолютно законный вопрос. Это вопрос и конституционного регулирования. И еще одна позиция связана с социальным государством. Записано, но это является лозунгом. Разве может быть в социальном государстве ситуация, при которой 6 лет подряд положение трудового народа только ухудшается? Это не социальный государство. Это государство олигархи, криминала, коррупции, вороватого чиновничества. Ничего общего с социальным государством. Социальные государства имеют ряд показателей, которые давно записаны в многих конституциях и законах. Советская страна их учила. Когда заканчивалась война, в 1945 году, несмотря на жуткие потери, мы ассигновали на образование 11% бюджета. Американцы тогда тратили около трех, сейчас мы тратим три с половиной, а американцы тратят девять и скупают мозги по всему миру. Почему мы свой опыт, свою практику? Есть золотое сечение в этом плане. На образование тратить минимум 7%, на здоровье минимум 7%, на науку и поддержку талантов примерно столько. Если вы тратите пятую часть бюджета на эти цели, вы можете уверенно смотреть в будущее. Мы будем добиваться этого решения. Мне не хочется обижать сотрудников, преподавателей, талантливых ученых МГУ. Я там сам защищал докторскую диссертацию почти пять часов, хотя было поручено меня утопить на защите. Но не получилось. При тайном голосовании все 19 ученых проголосовали за защиту моей диссертации о судьбе и будущем России. Так вот, я внимательно слежу, как реализуются новые программы образования. Мы выступали, вся фракция, против ЕГЭ, против вот того, что втащили в нашу школу преподавания и обучения. Мы внесли закон образования для всех. Мы наставили на том, чтобы классическое русско-советское образование было предметом для всех нас и так далее. Недавно давали очередной диктант для журфака. Слушайте снимать. На журфаке, куда поступили отборные студенты. Средний балл 83. Пятерка по-русскому начинала с 65 баллов. Из них было 15 штобальников. 15. Дали диктант обычный, нормальный, за среднюю школу. 82 человека из 100 сделали от 8 и более ошибок на каждой странице. На журфаке писали контроль диктант газетчики. Это те, кто выбрал для себя лучшее русскообразное слово, чтобы нести ее потом в массе. В среднем сделали по 24 ошибки на странице. Я когда смотрел и ахнул, там некоторые слова потеряли смысл свой. Если через 500 лет кто-то откопает эти скрижали, скажет, жили какие-то дикари, которые на своем родном языке не умели писать, собственно. Вообще это не только тревога. Это приговор всей системе образования, которую втащила эта либеральная свора на наши просторы и не желает, не желает исправлять. По-прежнему любой, кто пытается вернуться к классическому образованию, получает в средствах информации подзатыльники. Мы будем настаивать на обеспечении социального государства всем необходимым, прежде всего, выделением пятой части бюджета на эти цели. Пенсионная реформа. Все идиоты знают, что она провалилась с треском. Она не дала ничего в кассу. Она унизила стариков. Она обобрала молодежь. Она лишила женщину понянчить своих внуков. Она не дает возможность молодой семье родить еще одного ребенка. Она вообще антиисторично и против естественно. В мире сегодня при роботизации хватит 20% трудоспособного населения, чтобы двигать мировую экономику вперед. Сегодня на 10 тысяч работающих в Китае уже 40 роботов. В Южной Корее 500. У нас 2-3. Если вы посмотрите сигнования на новейшие технологии, станкостроение, роботизацию, биотехнологии, там, а если взять электронику, вообще полный швак. Я подготовил закрытую записку на президента и правительство. Рассматривал ее с Борисовым. Он поддержал. Сейчас внесли. В советская страна входила первую тройку самых электронных держав мира. Мы производили 26% этой продукции. Сейчас меньше 1%. Мы по военной электронике были вторые после американцев. Сейчас даже в суперзакрытых изделиях есть иностранный электроник. Можно из-за угла нажать кнопку или из другого континента, и ваши изделия никуда не полетят. Сегодня мы попадаем в электронное рабство, которое нам продиктует совершенно другое положение. Новые типы войны открыты. Новые системы влияния и воздействий. Сейчас у каждого у вас, кто таскает американский айфон, шпион в кармане, он сообщает все, где вы были, с кем говорили, что вы делали, куда вы поехали. Вас найдут в тундре с точностью до одного метра и в африканской сельве и так далее. Поэтому мы здесь должны принять принципиальные решения, особенно связанные с пенсионным возрастом. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это исторически пробировано, медицински доказано, а в принципе это потолок. Дальше пенсионный возраст надо снижать. В пользу страны, в пользу всех граждан, и особенно в пользу молодежи. Согласны? АПЛОДИСМЕНТЫ Управление. Сегодня нет нормального управления. По этой Конституции президент всех назначает, всех жалует, всех награждает, всех снимает и ни за что не отвечает. Вообще система управления, при которой исполнительная власть не отсчитывается перед избранным от народа, она обречена. Такие люди или проворуются, или сопьются, или с ума сойдут. Это давно доказано, исторически доказано. У нас нет механизмов, которые могли бы остановить это безумие. Путин выступает в Мюнхене. Я давно ждал этой речи. Съявил о геополитических интересах, о неспривидливых международных отношениях, о укреплении ООН и Совета безопасности. А через три месяца назначают Сердюкову и Сердюкову министра обороны. Если бы Сердюков прошел хотя бы собеседование с двух профильных комитетом Госдумы и Совета Федерации, он никогда не попал бы на эту должность. Он за шесть лет угробил половину военных училищ. Если бы и дальше это безумие продолжилось, мы бы сейчас были в просто трагическом положении. Поэтому мы поддерживаем необходимость усиления контроля. Но если вы даете полномочия Думе рассматривать министра и утверждать, должно быть и обратное. И если этот министр проворовался, не справился, пьяница и бездельник, чтобы его вызвать, заслушать, сказать, мы требуем его отставить. И президент обязан. Тогда его снять. Нет. Пока этого нет. Это касается и Совета Федерации по сыновикам. Но особенно касается по местному самоуправлению. В федеративном государстве местное самоуправление ближе всего стоит к каждому человеку. У нас нет нормального местного самоуправления. Вспихнули. Вот Коломейцев выступал блестяще. 150 позиций. 190 позиций. От рождения до похорон. Все на местной власти. И никакого финансирования. Сидят все с голой кассой. И сидят все закредитованы. Долгов у местных, у регионов. 2,5 триллиона долги продолжают расти. Страну загоняют в долговую кабалу и так далее. Мы обязаны все сделать для того, чтобы и было прописано и утверждено, что в федеративном государстве должен присутствовать и федеративный бюджет. На национальные программы условно 40%. На то, чтобы регионы справлялись с задачами еще 20-30%. И третье отдать местному самоуправлению. То она нам будет эффективным и может помочь гражданам. Без этого невозможно решать ни одной проблемы. На мой взгляд, скрытой операцией является Госсовет. Я не исключаю, что и затеянная эта операция отчасти прежде всего, исходя из возможностей создать новый инструмент управления. Я внимательно изучил, начиная с Александра Первого, который водил Госсовет. Но когда Путин воссоздал Госсовет, я как-то на встрече сказал, кто у вас в Госсовете? Губернаторы, члены правительства, вы их всех можете завтра утром снять. По нынешним порядку. Тогда кто из них скажет вам правду? Никто. Потому что если скажут правду и вам не понравится, завтра он уже не работает. Госсовет должен собрать самых талантливых людей, которые ключевые концептуальные вещи и программы обязаны рассматривать. Если бы ту же пенсионную реформу, рассматривая Госсовет, где были крупнейшие ученые, я предлагал Нобелевску Лоретта, Жаре Салферова, так и не взяли. Предлагал экспертные ученые Советы с талантливых людей направить туда духовников и прочее. Решить, чтобы это был Совет, авторитетнейший орган, который услышит страна в самый критический момент. Не знаю, во что это выльется, но надо внимательно смотреть и следить, потому что Госсовет может играть и очень важную стабилизирующую роль, и абсолютно дискрутивную парадию двоевластия, которая всегда для нашей страны заканчивалась плохо. Народные коллективы. Вот в этом зале три дня назад были блестящие слушания по земле. О земле матушки, о плодородии. У нас самая богатая земля и страна по природным ресурсам. Вам принадлежит почти половину запасов чистой пресной воды, четверть черноземов, половину хвойных лесов. Мы только по этой статье можем получать гигантские средства и кормить не только себя, еще дополнительно 500 миллионов отборными продукциями. Мы можем получать колоссальные ресурсы по этой статье, если грамотно. Но традиционной формой работы на земле был или семейный подряд, или артель. Сегодня слушаю Соловьев, как он выступал за артель. Хоть КПРФ принимай принцип. Ну а народные предприятия, которые даже в этих условиях показали, как они могут работать, коллективные народные предприятия. Вот сидит Гудинин Павел Николаевич. 15 хозяйств было в Московском районе, в Ленинском районе, Подмосковье. 14 распродали, растащили и уничтожили. Это лучшее хозяйство в Европе с лучшей зарплатой 90 тысяч, лучшими школами, садами, профориентацией, лучшей производственной базой. Почему ее душат? Потому что впервые создан прецедент, когда умный, талантливый предприниматель объединяет новые технологии и социальную заботу о гражданах. То, о чем мы мечтаем. У Левченко, у Соли-Сибирска, лучшее хозяйство не только в Сибири. 108 тысяч средняя зарплата. Руководитель не может получать больше четырех зарплат. Хочет больше, пусть все поднимают прежде всего зарплату рабочему там человеку. Рабочему, сброси, своя система переработки. Душат эти хозяйства и с помощью полиции, и с помощью судов, и с помощью прокуратуры. 15 депутатов обратились к Путину, тот адресовал Бастрыкину и прокуратуру. Пока мы не слышим ответа. Нам крайне важно в этой Конституции жестко и четко записать, что есть традиционные формы работы на земле, соответствуют нашим национальным ценностям, чувству коллективизма, уважения, патриотизма, чувство привития трудовых навыков своим детям, чувство сохранения традиционной семьи. Ну вот недавно, кстати, прекрасно там выступали, предложили, что в Европе уже есть родители один, а родители два. Но Путин сказал, что пока я тут сижу, будет папа и мама. Ну слава Богу, папа и мама. Но папа и мама должны жить на земле, получать хорошую зарплату, использовать свои недра в интересах своих детей и своих внуков. Поэтому мы будем настаивать на внесении и этих поправок. Выборы политической системы. Ну если меняется, повышается, повышается хоть немножко статус Думы, Советы Федерации, поддерживают местное управление, усиливается контроль. Ладно, но кто будет это делать? Если будут делать так, как это делает Единая Россия в нынешней Думе, то ничего хорошего не будет, будет только хуже. Почти 350 человек. Я вам сейчас просто объясню. В последнее время наши депутаты проверяли их, готовы ли они к ремонту этой Конституции. Вот у нас куриный Ганзя сидит, блестяще выступает в Думе. Недавно по медицине я заслушался, великолепный анализ, предложение. Вносим первое главное, о национализации закон. Во всех странах есть. Нельзя работать нормально, если нет закона о национализации. Мы предлагаем, вы опять все отняли. Кто вам так говорил? Мы за национализацию минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей, там, где цена образуется, для того, чтобы мы были конкурентоспособны, и нас не душили, не хотят принимать. Мы вносим предложение о регулировании нефти. Два закона вышли шикарные. Я в свое время из Норвегии привозил, когда там Квицинский послом работал, потом у нас блестяще работал в Думе. А в Азербайджане такой закон. У нас есть закон о газе, есть закон о электричестве, водный, лесной, земельный кодекс. Но о нефти не стали принимать. Почему? Потому что присосались, как упыри к этой трубе, и сосут эту соску, не даяя людям, и вздуливаются цену на нефть и солярку, которая скоро европейский переплюнет. Мы не в состоянии так жить и работать. Мы внесли предложение о детях войны. Это совесть наша. 11 миллионов человек осталось в стране. Самому молодому уже 75 лет. Восемь раз голосовали. Не проголосовали. Я могу перечислять и целый дальше пакет законов. Такого рода депутатский корпус не будет выражать интересы большинства. Я прекрасно понимаю роль криминально-буржуазного государства. Но в любом государстве идет жесткая борьба за интересы трудящихся. Мы должны с вами все сделать, чтобы поправить, на этом будем проверять, закон о выборах. Вот наши товарищи Ирашкин с Денисом Парфеновым вносили целых девять или все другие предлагают. Не хотят. А ведь всего три поправки ключевые по выборам. Если будут дебаты. У нас в свое время депутат приезжая имел 7 минут на местах. Ликвидировали. Было время, когда 20 минут давали для фракции. Ликвидировали. Было время, когда у лидеров фракции было 30 минут. Ликвидировали. Я вчера обсуждаю с ними, я сказал, братцы, ну вот вы шумите о поддержке и так далее. Вот давайте верните, по крайней мере, право избранных от народа. Обращаться к гражданам на каждом регионе и изложить нашу точку зрения. Вы посидели, президенту два часа докладывали. Я вечером посмотрел, как ведущие ваши оракулы в воскресенье комментировали. Они из 15 наших поправок ни одной не вспомнят. Ну и что вы хотите после этого? Поэтому мы будем настаивать и на этих принципиальных изменениях. Ну и завершая насчет идеологии. В целом, хотя в Конституции записано, государство не должно иметь идеологию. Это самая большая чушь. Национальные идеи не рождаются в башке даже гениальных людей. Они выстраиваются народом в течение сотен лет. В боях, походах, победах, возорениях, поражениях. Мы давно родили национальную идею. Наши идеи базируются на четырех главных ценностях. Сильные централизованные государства. Иначе на этих просторах нас давно бы растоптали. Второе. Высокое чувство духовности. Мы не зря принимали Нагорную проповедь. И в Моральном кодеке строителей коммунизма подтвердили все главные заповеди, которые связаны с ценностей человеческой жизни, достойной работой, заботой о детях, женщинах и стариках. У нас высокая духовность и чувство коллективизма живет у каждого крови. В противном случае мы не сумели собрать столько народности под свое крыло и вдохнуть в них русскую, советскую культуру, с заботой относиться к культуре и языку каждого народа. И чувство справедливости. Когда в советской стране сошлись эти четыре главные опоры в душе, тогда мы и разложили, и разгромили фашистов. Тогда мы создали самое справедливое государство. Тогда мы первые прорвались в космос. Тогда больше всего героев родилось на нашей планете. В этой конституции есть, в принципе, попытки. Мы поддерживаем и будем настаивать, потому что это очень принципиальный вопрос. Что наша страна является преемственницей и Российской империи, и Советского Союза, и будет продолжать лучшие традиции. Разгром Украины идет по линии «отказались от своей истории». Не может страна существовать без истории. А когда у нее место героев-победителей, нацисты-бандеровцы, под руководством СРУшников, то никакой перспективы у такой Украины нет. А те, кто восстал, на Донбассе против тех, на мушку взяли. Мы должны понимать, это принципиальная позиция, которая сплачивает нашу тысячелетнюю историю и дает нам перспективу на будущее. У нас страна победительница. У нас главная мать у всех – победа. Если мы это не сознаем, нас снова разгромят против нас. Такую войну развязали, которой давно не было. Семь великих побед нас спасли. В советское время три легендарные – под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской битве – решился вопрос о том, кто победит. В принципе, мы должны это ясно и четко записать. Если брать конституции, порядки менялись, но то, что было принято в 1945-м, в Совет Безопасности, мы свои позиции сохранили как преемственность. И когда сидя Конституционного суда, как и Орловский, хамилью не хочет называть, заявляет, что он не является преемником советской страны, я обращаю к Зорькину выгонить ее немедленно. Пусть напишет заявление. Более мерзкого заявления сделать трудно, но он будет давать заключение на наши законы. Поэтому это неприемлемо ни с какой точки зрения. Что касается территориальной целности, Владимир Львович Машков блестяще сформулировал этот вопрос. Но мои друзья знают, хорошо знают, что мы давно вносили предложение, я вносил и писал сам, о том, что даже словесные призывы к расчленению страны, отдачи территории являются уголовным преступлением. И доказывал и показывал, почему это такое. Вот мой сидит друг Доброхотов, работал в нашем посольстве в Америке, преподавал в Ричмонде в Королевском университете, я когда выступал в ведущей университета Америки, как сказал, а что у вас такой злой закон? Если вы придете на американской телевидении и скажете, что надо отдать Аляску по дешевке, продали, купили за 7,2 миллиона долларов, то деньги эти до конца не отдали. Вас арестуют, опишут имущество и посадят на 20 лет. Я говорю, слушайте, почему у вас такие жесткие законы? Ответ меня удивил и порадовал. Он говорит, Манхэттен принадлежал голландцам, Флориды испанцам, два штата принадлежали мексиканцам, Аляска принадлежала вам. Если кто-то откроет рост, что надо раздавать, завтра Америки не будет. И сейчас со всех сторон, со всех сторон, даже Эстония там претендует на Псково-Печерскую. Вон Никитин сидел, был просто поражен. Скажи, что если будут здорово просить, пошлем вашу Псковскую дивизию на пару соток. Они, в принципе, объяснят им, что такое единственная территориальная целостность наших держав. Ну и верховенство законов, иностранное гражданство, это правильная постановка. Но имейте в виду, если вы откроете наши отрасли, начиная с энергомашиностроения, 95% уже иностранного капитала. Если вы зайдете в торговые сети, на 90% иностранного капитала. Если вы возьмете все 30 организаций, которые продают наше зерно, первые пятерки, которые контролируют 70%, иностранный капитал. Поэтому здесь надо настаивать и уравновешивать. Мы все с вами должны сделать. Ну и заключение. Борьба за права трудящихся, это очень ответственная борьба. Она должна вестись на всех плацдармах, в том числе и связанных с Конституцией. Я прекрасно понимаю граждан, я каждый день получаю месяц по 2000 писем в час. Среди сотни писем, ну, пяток связанных с Конституцией. Людям живется тяжело и сложно. Люди хотят нормальной и достойной жизни. Но они должны понимать, что разгром страны начинался по праням Советской Конституции. Если бы мы тогда дружно встали и защитили референдум, защитили свои права, до этого маразма бы не дожили. Поэтому надо всем, давайте поручим всем депутатам, у нас 11 тысяч, сейчас прийти в каждый коллектив с нашей газетой, 15 конкретных наших поправок. Добавляйте, уточняйте, но дойдите до каждой семьи и скажите, это борьба за ваши права и интерес. Просим поставить подпись, вносим на референдум. Будем отстаивать все, что связано с лучшей жизнью, которую обеспечила Советская Конституция, мировой опыт. Для этого у нас с вами сегодня есть и силенки, и возможности. Позвольте вам пожелать успехов в этой благородной работе. АПЛОДИСМЕНТЫ